Песня И очистены от всяких скверных, И спаси благослови души нашим. Благодарю Господа, будь милостив нам грешным, Дай нам, Господи, разумение в Слове Твое, и доброе рассуждение. Тебе слава, Аллах, честь и поклонение от Сына, и спокойно, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови. Дай нас, господа, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови, и благослови. А где не у тебя? Это загадана, всегда должна быть сломана, это все, дверь. Скажи, там что, в сумке или в чем? Отдевать. Вacon, цар Street Игорь Валентинович, давай. Давайте я буду отсюда вычитать. Значит, проходим Евангелие от Луки с толкованием блаженного Феофилакта, 1 глава, 39 стих. Страница разная, тут 320-я новая. Старжа Мария в одни с ней с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословена ты между женами и благослови плод чрева твоего». Толкование. Дева, услышав от ангела, что Елисавета зачала, поспешила к ней, частью радуясь благополучию сродницы, а частью, как весьма благоразумная, желая окончательно увериться в том, истину ли сказал явившийся ей, чтобы по справедливости сказанного о Елисавете не сомневаться и в касающемся ее самой. Ибо хотя она и надеялась, но все же боялась, чтобы как-нибудь не обмануться. И это не по неверию, но по желанию точнее узнать дело. Захария жил в Нагорной стране, поэтому дева туда и спешит. А Иоанн, получив некоторое особенное дарование пред прочими людьми, играет в утробе матери. Почему он и выделен большими буквами, больше пророков? Матфея 1, 11, 9. Ибо они пророчествовали после своего рождения, а он удостоился такого дарования, будучи еще в утробе матери. Смотри, дева приветствовала Елизавету, то есть начала речь с ней. Итак, голос девы был голос воплощающегося в ней Бога, а потому он и предтечу удостоил благодать еще в отчереве и соделал пророкам. Ибо пророчественные слова Елизаветы к Марии были слова не Елизаветы, а младенца. А уста Елизаветы только послужили ему, подобно как и уста Марии послужили сущему в утробе ее сыну Божию. Ибо Елизавета тогда исполнилась духом, когда младенец сыграл в отчереве. Если бы младенец не взыграл, она не пророчествовала бы, как о пророках говорят, что они прежде приходили в высшее естественное состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали. Так может быть Иоанн, как бы вдохновившись, прежде взыграл, потом устами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? Благословенно ты между женами. Потом, поскольку многие святые жены рождали недостойных детей, например, Ревека и Сава, говорит, и благословен плод чрева твоего. Благословен плод чрева твоего. То есть, ибо плод чрева твоего, тире Бог, так как один Бог благословен, как и Давид говорит, благословен грядущий, Псалом 117-й, называет Господа плодом чрева Богоматери, потому что зачатие было без мужа. Впрочем, младенцы, суть рождения отцов, а Христос плод одной у трубы Богоматери, ибо она одна понесла его. Впрочем, младенцы, суть рождения отцов, а Христос плод, а Христос плод, а Христос плод, а Христос плод, а Христос плод. Интересно. Сидят все, молчат. Причина одна, неинтересно это, или друг друга боятся, никак не могу понять. Начинают задавать вопросы, они отвечают. Вы пришли что, поокать, посидеть, или поспать? Вот люди сегодня нападают на все написано в Писании. А чем вы можете доказать, что это так было? Ничем. Научно может доказать, что ребенок ващеве матери от приветствия нет. И толкование-то не принимает. И вот это, что написано в Евангелии, это сущие называется. Ифилат называет сущие. То есть истинная тяга. А какое доказательство? Никаких. А почему мы верим? Почему она пошла не в долину, а в Нагорную страну? Тут ни одного слова нельзя доказать. Ничего нельзя проверить. Методы, которым люди устанавливают истину, не действуют. Можно какие-то там сегодня хромосомы узнавать по времени, раскопки, геолого-разведку. Ничего нельзя применить. И мы спокойно это воспринимаем. И люди спокойно отрицают это. Все заключается в чем? В смирении перед Богом. Или я верю, или не верю. И должен быть абсолют то, чему можно верить. Если хоть малые сомнения есть, говорит, ну, я тебе могу, говорит, закапать. Но успех 99%. То есть у них хоть 99 из 100 будут больные после закапывания, но, говорит, ну, ты под этот процент не попал. Или попал в него. Только 100%, тогда можно верить. Вот почему Писание говорит. Посмотрите на природу. Ласточка знает время свое. И аист. Когда прилететь. Им никто не звонит. Не говорит, какая температура. Мошки появились. Она мошками питается. А мошек нету, она сдохла. Грач может любую навозную кучу ковырять. И никуда не летит в городе. Они живут на навозной куче. Грача и тьма, ласточка не может. И Господь сравнивает с этим, с человеком. А Израиль не знает. Дальше. Волк. У тебя волк, бык есть? Знает владетеля свое. Осел господина свое. А народ мой меня не знает. Мой, единственный. 2896 народов. И только один избранный. Только один. Не русский. Семя Аврамова. И он не знает. Пришел к погибшим овцам Израиля. Погибший. Пришел на скотомогиле Христос. Да мало того. Даже видя чудеса, они не нужны чудеса эти. Но явные чудеса. Ну воскресить из мертвых. Можешь человека? Ничего не понятно. Пять минут, мозги отмирают. Все. Все. Возврата уже нет. Человек разлагается. Уже труп лежит. Пять. Сегодня говорят шесть минут. Ну это здорово. Шесть минут. А то выиграли. Здесь три дня смердит уже. Даже к могиле подойти нельзя. А могила-то не в земле. А высеченные пещеры. Вот как вот в дом. Вот зашел в комнату. Вот такая вот от них могила. Ну а тут на полках. На полках мертвецы лежат. Это моя бабушка лежит. Это дедушка. Это еврейский способ захоронения. И смердит. И что они? Узнали, что Лазарь воскрес. Это руководители народа. Патриархи, епископы, митрополиты и так дальше. И они положили убить и Лазаря. Не только Христа убить, но и Лазаря убить. Так он только что вернулся с того света. Туда ему и дорога. Главное, что с нашей теорией это не сходится. Мы ждем Мессию. И Мессия это должен освободить от римского владычества. А этот сам в руки отдался его распоминать. Да какой же это Мессия? Это обманщик. Вспомните, как тот обманщик, когда был жив, говорил. Так они называли его обманщик. Ко Христу, что относится с большой буквы. Обманщик, значит, должен быть с большой буквы. У нас-то доказательств никаких нет. Я встречаюсь с евреями. Он едет дорогой, он умаца, испещённый там хлеб. И он другим даёт. Это можно. И дальше рассказывает, насколько правильна их вера. А вы заблудились. Вы ещё не понимаете. Он намертво уверен, что у него вся правда. И распяли правильно. Он обманщик. Настоящий Мемошиах, Мессия только придёт. Нам надо рассуждать об этом? Или просто прочитал, отбарабанил и пошёл? А она поверила. Как? Вера. Вера, надежда, любовь. Вера, блаженная. Не видевшие и поверившие. Не видевшие, не исследовали. Я просто поверил. Почему? Написано это в Святой Библии. Библия говорит так, а написано что-то другое. Ты должен отвергнуть это. Ни под каким видом не верить то, что против Библии. Апостол Павел говорит. Если кто будет вам говорить не то, что здесь написано в Библии. И если все мы 12 апостолов придём, 13. И ангелы придут. А она прямо проклятием всем. Херем. Вы думаете эти страшные слова? Я сегодня ночью получаю письмо от племянника Василия. И он говорит. Я подошёл к батюшке и говорю, отец Александр. Ну стоим, говорит, как вот книги какие-то. Ничего же не понимаю. Анлюша, так? Это и твой вопрос. Не понимаю. Батюшка там в алтаре понимает, не понимает. Он барабанец стоит. Я говорю, батюшка, ну нельзя ли Евангелие-то по-русски прочитать бы. Да писал ты хотя бы. Что ты? Нельзя. Каноны запрещают. Он говорит, какие каноны? Да зачем тебе знать? Запрещается и всё. Он говорит, язык-то мёртвый. Тогда и Христос мёртвый. Они ещё с ума сошли или что? Притом, они их этому не учат. Осипов им этого не преподавал. Что в канонах написано, по-русски нельзя считать. А притом, одинаково все отвечают. По-русски нельзя. Он говорит, язык-то мёртвый. Мёртвым языком называется язык, на котором никто не разговаривает. Ни один народ. Народ. Латинский язык мёртвый. Сарковно-славянский мёртвый. Древние еврейские, которые мёртвые. Видишь там какие-то там, это сегодня разговорные. Остаются живыми. И он ему говорит, это языки, язык, на котором Мефодий пришли и проповедовали с Кириллом. Тогда и они мёртвые. Какое отношение? Как умертвить-то их можно? Когда они это делают? Это искусственный язык, его не было. А они не русские. И они брали там болгарское слово, какие-то там есть. Польское, какие-то... И слова-то... Такого языка никогда не было. Его всё время ближе русифицируют, приближают. У меня есть Библия. Елисавета издана. При Елисавете. Но кто Елисавета? Не надо говорить. Елисавета Петровна. Дочка Петра. Это не два дня назад было там. Её сравнивают. Теперь, если с Росской Библией, очень даже разница. А её сравнивать с нашей даже не приходится. А это называется вот язык, язык Пушкина. Великорусский язык. И мы на нём знаем, миллионы людей обратились к Богу. И он говорит, батюшка, ну почему я, придя из храма, я теперь должен Варламу, Назарию объяснять, просчитать. Они говорят, а что читалось? Мои дети ничего не понимают. Тогда вам и Бог не нужен. Попух сразу отверт на руку. Понимаете? Мы не просто заложники этого языка и прочее. Мы сами оглупили себя и оглупили других. Он говорит, дети не понимают. Он бы остановился. Дети не понимают. Ой, какое горе-то. Иоанн Затаус говорит, что если одна душа, только одна, не придёт к Богу, по твоей вине, о, священник, всей жизни не хватит рассчитаться. Он говорит, мои дети, вот девочки, они не понимают, просят. Значит, им это и не нужно. Они знать не хотят. Да они православные. Но я тебе ответил. Это я сегодня письмо получил. Он говорит, как быть, я ему выписываю места писания. Нееме 8.8. Если есть Библия, у кого, прочитайте. Что там написано? Книга Порока Нееме. Прочитай один раз. Читает закон, присоединяйте толкование. Книга Порока Нееме. Где вот он? Что там? Нееме. Нееме. Нееме там раньше. Ты не знаешь, где она книга даже. Проглавление. Какая сейчас идёт? Так, проглавление. Мы дорогой едем с мященник. С нами подсел. 1300 километров отъехал. Он на царство кричал нового императора. Михаила. Который сейчас уже восемь. В настоящий момент. Я говорю, прочитаю, что Галата написано. Он на Евгенском Завете Галата ищет. 1.8, да? 8.8. И читали из книги, и законы Божия внятны, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Всё. Это Ветхий Завет. Ещё до Христа сотни лет, и уже заботились закон Божий. Сейчас закон Божий издают, а из закона Божия, ох, как мало. Вот закон Божий, который считаем. Закон Божий – это не книга. Это вся Библия, это закон Божий. Чего молчите-то? Ну, правильно. Так? А он дальше говорит. Я подошёл и говорю, матушке, батюшка, договорились. Не надо, и пошёл. Я тогда матушке говорил, смотри, матушка, тут молитву вот мы считаем, неима, мы иные помощи разве тебе. Это же отречение от Отца Небесного. Отречение от Сына Божия, отречение от Духа Святого. Неима, мы иные. Это Богородицу-то выше Христа возвысили. Ты что говоришь? Ты посмотри, молитвословие написано. Она говорит, принесла молитвословие, я смотрю, написано, правда. Я ничего не знаю. Я говорю, что ответить? Отвечать не надо. Повернись, иди молись. А как же архиепископ и натальский-то? Запретил все это посчитать, это молитвы. Это прямое отречение от Бога. Вот теперь мы подошли к этому. Как поверить? Вера в Писании говорит об этом. Я сегодня ему ответил. Смотри, вот 48, там, считаем, Исаия. Бог говорит, я Бог и нет иного. Славы моей никому не дам. Зачем Бог это говорит? Кто славу Божию отнять может? А вот это и есть. Я ходил в храм старо-бреческий, беспоповский, поморский, когда Евангелия не было. И я покупал всегда, приду, две свечки, Богородице и Христу. А спрашивают, почему Богородице? Потому что она мать. Я так расслужал. Мать распродила, она выше его. Хожу день, два, год, мне никто не объяснил. Мало того, на меня глаз положили. Подошел их наставник, ну как священник, он не священник, и говорит, я думаю, выезжать, вот я гляжу, ты все время приходишь и такой, давай на тебя изберем на это место. Меня изберут. А на меня Богородица, выше Святой Троицы. Меня снова в эту яму тащат. Так церковь так учила. Не учила церковь так? Это не церковное учение. Церковное учение такое, слава моей никому не дам. Бог, сотворивший весь мир. А он говорит, а если бы? А если Богородица умерла? Раньше, смерти Христа, куда она пошла? А куда он креститель пошел? Выше его рожденных женами не было ни мужчин, ни женщин. Куда он пошел? Это объясняют так. Когда он опять сошел в Шиол, как-то называют то, что преисподние места, а буквально затрещал. Что ненасытимый дьявол, сколько ты будешь брать? Святостью. Но образ нам показать-то. Но он вывел его, Господь. Никто ни в рай не вошел до Христа. Никто первый разбойник. Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Все родились во грехах. Все до единого. Католики новый догмат вели. Она защита не от Акима, а от Духа Святого. Нам это надо? Ну не бойтесь сказать правду-то. В чем мы уткнулись-то, как бараны? Ты скажи, мне это открыто, Слово Божие говорит. Так, определенно я верю. Младенец заиграл. Все. Никаких толкований. Ты не веришь. Неверующий Сын Божий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Доказательств нет. Доказательства в душе. Мне Бог открыл двери, и я верю в это. Вот что не написано, я верю в это. Как один говорит, кит проглотил ион, он бы сгорел, там кислоты, ведра. Он говорит, если бы иона проглотил кита, я бы тогда поверил. То есть границ веры нет. Но придет время, вера кончится. И надежда кончится, а любовь пребывает вещью. Зачем вера, когда мы увидим все? Уже не надо. И сейчас я двигаюсь верой, а там лицом к лицу. Увидим Господа, увидим святых, Божью Матерь. Вера кончится. Вера имеет предел определенный до будущего суда. Вот мы прочитали. Кажется, простое место. А сколько за ним скрыто здесь? Это как надо было воспитать? Она для проверки. Она верит. И это действительно так. И она знает. Ее уста вдруг заговорили. И она исполнилась Духа Святого. А сегодня ребенка носит и вредно. Ой, да как разродиться? Да там совершенно другое отношение. Так, а вера поможет. Но если ты не веришь, тогда не поможет. А вера поможет. И поможет и разродиться, и воспитать, и умереть. Вера. Вера, основанная на Евангелии. Вера, дарующая жизнь. Вот сейчас я, когда приезжали баптисты, я потом пошел, всех расспрашивал, как вы считаете, с какой целью приезжали. А они сейчас как-то на меня ополчились, а каждое утро нападают. Каждое утро. Они меня поносят всячески. Обзывают. Баптисты хорошенькие, пели, были здесь. И вдруг ангелок, ангелок, говорит, о рогах потолок. Как они на меня сейчас нападают? Со всех сторон обзывают. Только что не матерятся. А при том, я вас отдельно спросил, Андрея отдельно, этого отдельно, Романа, пошел, к этим пошел, то все. Кто как считать? Я никаких провокационных вопросов не ставил. И они от беседы категорически отказываются. А мне это прихисывают. То есть, внутри они понимают, плохо, что Библии не знают. Плохо, что ни один вопрос по Библии не могут ответить. Я говорю, креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Он говорит, нет, не прощается. Я говорю, написано. Он глаза закатил, стоит опять. Нет, не прощается. А ты неверующий. Он говорит, встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Омой. Не слезами, водой. Незримо. Я говорю, 22-16, я не апостол. Он не слышит. То есть, замкнутая, полная, совершенная. А как доказать? Да никак. Доказать нельзя. Ты открой дверь. Твоя дочка где? Дома. Все. Ее ничем нельзя убедить, что надо прийти. Зачем? А какая была? Да никакая. Но я уже запечатал. А почему? Приобретение идет через смешанные браки. А написано. У человека есть глаза, у ушей. И вера от слышания. Ни другим членам ее не обращают. Запечатал. Все. Ходить нельзя. Почему? Мы все еретики. Понятно? Какое еретики? Символ веры. Все. Сохраненное. Еретики. Ходить нельзя. Да как ты докажешь тогда нету? Нет. Он запечатал ее? Она приняла другую веру? Да дело-то он и не в этом. Это баптисты, получается, ролики посмотрели, да? Да, посмотрели, выходит. И что вы говорили? А я с этой целью поставил. С какой цели, я узнал. Теперь я не гадаю. Я просто сводки имею. А теперь больше не приедут. И песни не посмотрят. Все правильно. Попрежите. Посмотри, какие нам Бог истинно открывает православие. Они толкования все отвергли. Каноны все отвергли. Я им говорю о церкви. Вы не в церкви. Как они буйно поднялись все. Да как так? Мы верим. Церковь там, где есть рукоположное священство. А это неправильный перевод. Я говорю, да священство? Нет. Там написано старейшины. И у нас поэтому старейшины. Это перевод неправильный. Не допускайте мысли, что в Библии хоть одно слово неправильно переведено. Бог дал русским переводчикам ни одного, ни два. Четыре духовные академии переводили. И на контроле держал Синод. У них в Синоде три дня было присутствием. И один посвященный переводу Библии. Из них двое уже канонизированные. Знания были столь велики, что сегодня таких переводчиков нету. Нету. Это мне Александр Мень говорит. Еврей. Еврей, который работает с еврейскими книгами, с оригиналами. Протеерей. Может стать мученик. В дополнение я хотел сказать, что просто я думаю, кто говорит вот так по поводу перевода неправильно. Ведь все знают, что Бог это абсолютно справедливость. Ну и в Библии написано, что как дословно, что Господь говорит, я соблюдаю мое слово. Я бодрствую на словом моим. Вот, на словом моим. Да, бодрствую. Теперь получается, попал ты там, человек попал к Богу на суд. И допустим, если неправильный перевод, Бог говорит, я бодрствую на словом моим. Так я так и скажу, что у тебя перевод неправильный. То есть, как ты сможешь отвертеться-то, как неправильно-то, что это за отговорка-то будет. То есть, Бог сказал, что бодрствую, значит, соответственно, должно быть все правильно. Ну хорошо. Свидетели Егорова перевели сейчас новый перевод, новый семейный перевод. Это не Библия. Это полностью искаженно. Где места написано? Три свидетели сидят на небе, они бычьи. Отрули места бычьи, но их нету. А как узнать? То, что у всех одинаково, бесспорно принимается. Вот каприн. Это очень простой способ. Мы сейчас смотрим. Синодальный перевод 1876 года. Библию перевели. Так. До революции все цари переводили при царях? Да. Которые захватили. Так. Московская патриархат переводила. Это издавали? Да. Это и Пимен, при Пимене издали. Там все по порядку. До Кирилла. Хорошо. Дальше смотрим. Зарубежная церковь издавала эти годы? Издавала. А как? Синодальный. А баптисты издавали? Миллионы книг. И все синодальные. Адвентисты седьмого дня? Католики. То есть, Бог открыл всем, что это перевод истины. Ничего не надо больше. Все одинаково. Все берут синодальный перевод. И поэтому не допускают. У нас глухонемых там написано где-то. Я зашел. А там Игорь Третьяков привез где-то. Постарались. Там переплетено. Все. Я вижу. А это не синодальный перевод. Так. Откуда там взяли? Да вот там это новый перевод. Уберите. В храм не заносите даже. Все. Заказ новый сделали. Убилищили. Ну, как видите, там заламинированы. По синодальному переводу. Но по-русски перевод молитвослова. Там молитвослов. Это я не гляжу. Это может быть. Бодростью над Библией. Не над нашими молитвословами. Ты правильно говоришь. И когда люди оставляют Слово Божие, это оставляют Бога. Не просто слова его оставили. Меня оставили, забыли. Меня. И выстекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вот разбитые водоемы, все эти переплеты. Что они придумали? Там еще вопрос. Там по пути. Какой смысл мы вкладываем или должны вкладывать христиане, когда говорим церковь? Вот под именем церкви, как что не спрошу, эта церковь постановила, эта церковь установила. Уж что значит церковь? Потому что люди, по словам церковь, я считаю, что каждый по-своему понимает. Вот объясни как. Когда говорят, церковь это установила, имеется в виду святые отцы. Не просто сегодня вот решили они так, давайте экономия. И экономия. Придумали слово экономия, что? Покрытие грехов. Ну вот канон. Женщина сделала аборт. Второе правило Василия Великого. Отлучается на 10 лет. Да ну тут церкви никого не будет. То есть, а они отменяли? Не отменяли, а просто на усмотрение любого батюшки. Он ее там 40 поклонов дал, я там 2 недели, я прощищаюсь. А она опять то же самое. Он даже внимания не обращает, что убители. Иоанн Затауз говорит, кто допускает недостойно, прощищающийся, гибнет сам и того, кого допускают. Два мертвеца стоят. Ты на это не... Ой, батюшка такой добрый, в головку поцелуев, ты никакой петеми. Он волк лютый, хищник. Он прощищает право, которое ему не дано. Ну, святые отцы установили, и надо держать этого. А этот церковь. Если Иоанн Затауз не церковь, Василий Великий не церковь, а каноны, 91 канон его Василия Великого, тогда держаться нам не за что. Есть каноны, которые Василий Великий написал и в конце подписал. Конечно, это не по правде будет. Мужчина отлучается за прелюбодянина 5-6 лет, а женщина на 9. Почему? Один и тот же грех. По-другому нельзя, хотя это несправедливо. Но в настоящий момент пока по-другому нельзя. И мы должны согласиться. Ну давай, Василий Великий ничего не значит. Еще дальше. Ко мне не раз приходили сектанты, вот допустим, он проповедник и впал в блуд. Что делать теперь? Он плачет, просится. Я открываю Вам, хотите знать, я говорю, канон такой. А у них канонов нет. Но нет, это, что навсегда он теряет капельку. Нет, это он хороший проповедник. Приходят через 3 месяца, говорят, мы там через месяц допустили, он опять то же самое, опять поймали. Что теперь делать? Да ничего, за хвостную яму падали. Но Вам это не надо, Вы не церковь. Поэтому наши каноны на Вас не действуют. В церкви есть закон. Вот понимаете, это не просто так. Я вижу, человек ходит с бородой, все, и посты соблюдает, и поет хорошо. Я тогда и говорю, батюшка, почему Вам этого в волто не поставить, священник надо? Да видите ли, он не сохранил себя. Вы понимаете, что за этим кроется? Это означает блудяга. Будущий крещеный в детстве. Он теперь, когда вырос, испортил не одну девку. Как Фадеев пишет там про одного Морозского, говорит, и портил деревенских девок. А теперь священники будут закрыты. Закрыты навсегда. Не сохранил себя, правильно придерживаться? Правильно. А сегодня на это не смотрят. Допустим, жениться только на девственнице. Да как узнаешь? Ну а если она обманет? Обманет тебя домой. Узнает. Узнает. А если она девственница, артистка, одинаково, как блудница. Ставить священником нельзя. Весь сказ. Понимаете как? Каноны это и есть церковь. Вселенский собор по месту это церковь. На какого момента считать, я ограничиваю для меня лично это. Восьмой век, восьмой Северский собор закончился. Далее нужно будет очень тщательно смотреть, что принимали новое. Какие правила. С чем они вызваны. Святые отцы очень подробно говорили. На фронт ушел и пропал. Ну без вести пропавший. Хотя моя бабушка сильно была недовольна. Пришла похоронка и говорит, пропал. Она что сын погиб первая, она согласилась. Она похоронена у нас, вести его на. Но пропал никак. Пропал означает сдохла кобыла, пропала. И у нее слово пропал означает он сдох. Почему на моего сына говорят, как будто это свинья какая-то или еще. Почему? И пришла похоронка, что пропал. Ну пиларя балбили, я знаю. А почему он нам манил-то пропал-то? И она никак не могла сказать. Значит что надо объяснить. Ей никто не объяснил, она все время скорбела и плакала. Все вопросы церковь разрешила. Но сегодня иногда возникают такие, которые не сразу решишь. Допустим зачатие. Берут семя мужчины, оплодотворяют женщину без мужчины. И она монашивает плод, а потом Киркорова отдает дочку. Она от него, от его семени. А ей там он заплатил полтора миллиона. К примеру. Конечно это дороже стоит. Она родила. Теперь церковь решает. Снова заседание. Экстракорпоральное оплодотворение называется. Как считать? Церковь поставила печать. Запрещается. Но если сделаем. Что же делать теперь? Крестить его или не крестить этого? Доморощено там. Проверьте там. Крестить или не крестить? Теперь решает там через сколько, через год покрестить. А прищищать или не прищищать? То есть первая церковь, она не имела вот этих вопросов. А сегодня эти вопросы. Он пошел на прон, потерялся. Что делать? Ну она молодая. С ним, говорит, один был. И мы, говорит, видели. Там такая бойня была. Там бомбежка такая. Ну не нашли. В плен не попал. При живом мужа выйдет. Прилюбодейка. Церковь постановила. Знать никто не знает. Семь лет. Семь лет, если от него известий не будет. Церковь имеет право разрешить ей замуж выйти. И она вышла. А его только на девятый год отпустили. Ну, отец Арсений книга там. И он, я не мог читать без слез. Как он подошел к двери. Как он. Это вообще невозможно. Как она вышла. И он видит мужчина. И он так и подумал. Но он пошел правильным путем. Принял монашество и там священником стало все. А другой, так сказать, моя законная жена, чего ты тут делаешь-то? Тут что могло быть? Ну, у Симонов есть стихотворение такое. Там пришло известие, что ее муж, танкист был, весь обгорел. Лица нету, слепой. Лежит. Ну, не хотел он, чтобы писали. Но написали. Он написал, что я вот такой-то. Она приехала, увидела его. Ну, что, кукла лежит там. Ног нету. Глаза все завязаны. Она принесла его домой, за ним ухаживает. Он живет здесь и все. И вот одна жена слышит топ от сапог. А на крыльце муж. Он вошел, а он сидит за столом, этот кутяпка-то. И теперь они уже вдвоем за ним ухаживают. Трогательная история, взятая из Нижнего Новгорода. Симонов Павел пишет об этом. Она у меня где-то в книге даже это есть. Вот эти слова-то. Она-то ухаживала два года за ним. Думала, что это законный муж. Он не говорит ничего. Он не знает, где находится. Такие женщины мужественные есть. Какая вера. Поэтому церковь, вот твой вопрос, Владимир Александрович, заключается в том, что проверять все в Библии надо. Что говорит Святое Писание? Ни грамма в сторону. Мне это Бог открыл. В первую жизнь, может быть, неделю. Вдруг я считаю. 12.48, Евангелие Туйки. Я не сужу вас, говорит Святое. Слово, которое я говорю, оно будет судить. А раз оно будет судить, все остальные авторитеты для меня какое значение-то имеют-то? Я буду знать все. А Слово Божие не буду знать, как я буду правильно жить. Я вглубился весь туда. А вот что в детстве меня научили, я все во след Библии поставил и вижу. Ой-ой-ой. Как многое не так. Мама учила. Вот у нас утки летят, считать нельзя. Вот их 15. А ты считай ни одна, ни две, ни три, ни 15. А то память унесут. Утки память унесут. И я в это верил. На себе пришивать штанок пуговку нельзя, значит память пришьешь. Брюки-то умнее меня будут. Она не знала, но она так учила. Я это, я воспринял. Поверил. А когда Библию начал читать, я понял, ничего этого там нет. Ни про уток, ни про штаны. Надо Бога любить всем сердцем, всем умом. Павел говорит, я в бдении. То есть не так, лёг до утра, а рот раскрыл корыто, но проспал. Бдение, это бодрствование. Златоуст говорит, ночь. Подходит на стоятель, ногой задел монаха одного. И горы огласились англесским пением. То есть они насторожают. Но кто видел фильм «Апостол», когда он лежит спит, он не знает, как ему сказать, офицер. Он только тронул, он только жил, отдёрнул всё. Вот так мы должны быть. Бодрствуйте. Ибо не знайте, в который сейчас придёт Господь. Не знаем. Самое-то главное, что человек говорит, смертен, это ещё куда не шло. Самое-то, говорит, опасное, то, что внезапно смертен. Вспомните, Басилашвили, когда бил собачьего сердца сидит там с этой десердой. Вот и чём дело-то. Мастер и Маргарита. Да. Мастер и Маргарита. Внезапно смертен. Это я вчера наткнулся. Назарбаев, он умер, что ли, говорит. И перебирает все. Если он умер, говорит, а если так? Ну, перебирает в Узбекистане. Кто умер, это намного раньше, а ему 75 лет уже. И сразу этот отрывок из «Мастера и Маргариты». Внезапно смертен. И кто будет последователем? Кто? Какой голос оставил? Я сегодня у Ильяма Шекспира стихотворение поставил там. В ком ты отобразился? Тебе Бог дал знание, ты сумел передать другим? Вот апостолы и говорили. И Антон Толст говорит. Если ты пришел из церкви и ничему не научился, ты напрасно ходил в церковь. Да Господи, я молился, я тебе сказал напрасно. А придя того, не спеши там за ревная пирогита. А расскажи жене, что слышал. Он еще не слышал. А зачем слышать-то? Главное, отстоял. Свечки купил. Давайте все эти перетрясем. Ну, надо когда-то выдираться из этого. Я вот иду в другой раз. Брат Андрей задает эти вопросы. А вопросы эти очень даже непростые. Очень. А как вам удалось, что Псалтырь, Евангелие, считайте по-русски, что священник обязательно с алтаря должен выйти, лицом к народу? Да херри-то наш против был? Пока не превратился в младенца на руках. У нас свой и втихий теперь. И тот нам не запретил. На три года запретил, а потом отступил. А сейчас помню, кажется, 23 мая срок кончился, и мы сразу по-русски стали считать. Три года, чтобы не разговаривали на эту тему. Он нас напугал. Батюшку запретить. Меня отлучить. А ничего этого не было. И мы благодарны Богу и за епископа, и за все. Считай, Борис. Сколько здесь заложено? 43-45 стих. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуху моего, взыграл младенец радостно в очреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Как впоследствии, когда Христос пришел креститься, Иоанн возбранял ему из благоговения, говоря, «Я не достоин». Матфея 3, 3 глава, 14-11 стих. Так и теперь, вещая через свою мать, «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Именуя чревоносящую Матерью, прежде чем она родила Господа». Впрочем, жен, прежде чем они родят, не принято называть матерями из опасения неблагополучных родов, то есть извержения. А относительно девы такого подозрения никак не было. Мария, и прежде, чем ты родила, ты мать и блаженна, потому что поверила, что будет исполнение сказанного тебе Господом. Какие вопросы возникают? Нет? Или все понятно? Вот слово «блаженное». Вы схватили за слово «блаженное» и будут называть «блаженное». Ты читай Библию. Весь народ называется «блаженным». Блаженное иное правдой ради. Уже блаженное. Никакое несакральное слово, оно очень распространенное. А ну, если прочитали, меня будут называть «блаженным». Это ни о чем не говорит, что оно единственное блаженное. Нет. Интересно, вот, Рождество Христа был на Богородице, батюшка там читает, повторяю. Ну, без пояснения. У него занаряжен, он и считает. Делает так, как положено. И считает, какое место. Блаженное щребо тебя носивши, сосы питавшие. Будет похороны, тоже это будет читать. Но суть-то в том, что, дальше-то рассудите, что на эти слова Христос никакого внимания не обратил. Нет, блаженное слушающее, исполняющее. А слушающее, исполняющее, это что, Богородица разве только? Во множественном счисле стоит. Когда блаженный сосы, питавшие о кресте, сказали, он вообще подвел счету, как будто не было сказано. Как этого не можно было не видеть-то? В этих словах как раз и говорится, что блаженство заключается не в шарево ношении, а в принятии жизни во Христе. Женщина, которая воскликнула это, как будто не... Ну, она все, она как понимала, православная. Она крикла вот так. Я по-другому никак не могу понять. А теперь дальше уже смотри. Считай, сейчас интересный будет комментарий. 46-й, 50-й стихи. И сказала Мария, Величит душа моя Господь, и возрадовался Дух мой о Боге, спасителе моем. Алеша, подожди-ка, прийти. А Господь мой, впереди, когда она считала, в оригинале стоит Егова. В оригинале, не переведенное слово, в еврейском, Егова. Где слово Господь, там и Егова стоит. Вот, Архимандрит Макарий, который переводили, а они оставляли в большинстве без слова Егова. У нас 8 раз слово Егова, 8. А в Библии слово Егова встречается в 7000, кажется, 23 раза. Вот это же большая разница. И поэтому этого слова не надо бояться. Перевели его неправильно. Ну, как есть, так и будем считать. Это кто говорит? Тефан Затворник. Не Егова, а Яхва. Ягвы. Даже тут еще разночение. Яхва или Ягвы, но очень близкое. Слово Егова самое популярное в Библии. А у нас во всем богослужении нет ни одного слова Егова. Зачем? Почему? Да светится имя твое, а имя не знают. Как оно светится? Какое имя-то? Я спрашиваю, он даже не понимает священник. Я говорю, светится имя его? Ну да. Ну а как ему имя-то? Он светится. Я говорю, имя его, имя-то. Назови, чтобы он светить, а светить его когда-то раз отказать. Он даже не может понять. Я говорю, Егова, Егова. И Моисей, когда Бог посылал ему, у тебя придут к израильскому народу, они спросят, богов-то много. А как имя ему? Бог говорит, Егова. Так написано? Третья глава исхода. Пятый стих. Егова. Сущий. Какая-то, что переводили, не объясняет, почему перевели Господом? То есть, к нашему языку близи или почему? Не знаю. Это нигде не написано. Тут другое меня удивляло всегда. Библия была не знакома людям, и были патриоты, которые начинали переводить. строго запретили не переводить. Не под каким видом. 30 лет уже переведено, почти половина лежала закрытая. Император ничего не мог сделать. Я нашел только у одного митрополита. Там Филарет, там Филохов, кажется. Он говорит, Ваше императорское величество. Нельзя народу давать Библию. Если люди будут читать по-русски, в стране будет революция. Я так и ахнул. Причина-то какая? То есть люди уверены, что все не туда вели нас, не ту сторону. Все обманывали? Да упокоятся в обителях, а обители никаких и не знают. Жил по-своему. Ну, у меня пять братьев, пусть помолятся. Нет, не вырвешься уже. Все, не навсегда. И да, притом. Не переходят в пропасть эту, а священника научились перекидывать. Были бы деньги. Хоронят кого? Страшный убийца, авторитет воровской. Но деньги заплатили большие. Обязательно Печорской лаври. И хоронят ее сверху, кожаная тужурка, как они всегда наброшены. Потом поднялись. Ну, как так? Там святые лежат, канонизированные, друг такого. Монастырь надо строить. Восстанавливать. А они дали денег, как раз достаточно. Ну, еще он лежит в сторонке положили. Ну, пусть лежит. Там гроб, конечно, украшенный. Ну, знаешь, что бандюга. В алтарь ему нельзя было заходить. Ну, с мертвым пускай уж будет. Писали, писали. Тут верующие-то бросили писать. И не отрицают. Действительно так. Деньги громадные. Но деньги не все делают. В могилу можно залезть со святыми. Но на небо нет. Я не служу. Просто говорю. Такая ситуация. А вы бы стали говорить? Не стал. Не мое это дело мертвесами заниматься. Иди и благовестуй. Иди и проповедуй. А если этого нет, то и вера твоя не такая. Сегодня батюшка читал. И дал пять городов. Три города. И каждый удвоил. Удвоил. Награду-то удвоил. Не в тысячу раз больше, как у нас. Олигархам дали в один раз-то. Удвоил. И Березовский мог быть в два раза богаче, чем чертежник, которым он был. Я, говорит, проснулся. Уже из Америки пришло указание. О, автобаз ваш. Автобаз. И там стоит 2800 автомобилей. Я глянул. Все мои. Он нигде не работает. Вот, а как богатеют? У тебя телен, телка, а телец двоя. Потом еще вот так вот и богатеют. Они не резали и сохраняли. Ты должен это знать. Нам притча показывают в два раза. В два раза может быть. Но не в две тысячи раз. Не в два миллиона раз богаче. Я из этой притчи делаю вывод. Они Евангелие не знают. Эти олигархи-то. Какая-то. Вот, считай дальше. И сказала Мария. Величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем. Что призрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. Что сотворил мне величие сильный. И свято имя Его. И милость Его в роды родов к боящимся Его. Толкование. Дева, будучи совершенно уверена в истине предсказанного ей. Слава словит Бога, приписывая чудо не себе, а Ему. Ибо Он, говорит, призрел на меня смиренную. А не я возрела на Него. Он явил мне милость. А не я Его взыскала. И отныне будут ублажать меня все роды. Не одна Елисавета, но и роды верующих. За что же ублажать? Неужели за мою добродетель? Нет. Но за то, что Бог явил надо мною величие. Наименовала Его сильным. Чтобы всякий верил словам Ее. Принимая во внимание, что Господь силен сделать это. Имя Его назвала святым. Чтобы показать, что чистейший, зачинаясь в утробе жены, нисколько не оскверняется, но пребывает свят. Не ко мне одной милость Его, но и ко всем боящимся Его. Ибо не боящиеся Его, но совершенно недостойные не получают милостей. «Сказав, что милость Божия в роды родов, указала на то, что боящийся Бога милость получают и в нынешнем роде, то есть в нынешнем веке, и в будущем роде, то есть в бесконечном веке. Ибо и здесь получают во сто крат, а там еще более». Матфея 19, 29. «Величает Бога тот, кто ходит достойно Бога. Ты называешься христианином, не умоляй же достоинство имени Христова через недостойные дела, но величай оно через совершение великих и небесных деяний. Тогда и дух твой возрадуется, то есть духовное дарование, полученное тобой через великие дела, взыграет и благоуспеет, а не сократится и, так сказать, умертвится. Знай и то, что Писание, по-видимому, просто называет духом и душой одно и то же, но, собственно, оно различает. Ибо оно называет душевным человеком того, кто живет по естеству и руководится человеческими помыслами. Например, в случае голода, ест, врага ненавидит и вообще ни в чем не представляет возвышающимся над естеством. А духовным называет того, кто побеждает законы природы и не мудрствует ни о чем человеческом. Таково в Писании различие между душой и духом. 1 Коринфяна, 2 глава, 14, 15 и Галатам, 6, 8. Быть может, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию выделенным, а врачи пусть заблуждают. Комментарий Игнатия Лапкина. Любой сектант-деретип, узнавший о том, что мы убеждаем пастырь проповедовать Слово Божие, любить Библию, даже не поймет, как это может быть выделенным. Нам нужно внимать Писанию. Тот, кто не внимает Писанию, тот варится в собственных мыслях. И вера его хотя бы трижды называлась правильной, но в действительности такая вера не имеет никакого отношения ко Христу. И такая вера никогда не приведет к Царству Божию. Нам нужно слушать Слово Божие, искать малейшую возможность, преклонить ухо к тем, от кого мы можем узнать истинное толкование Писания, чтобы не сделаться добычу хищных зверей. Нам нужно внимать Писанию. То есть толкование, которое дал Пиапеллах, я его дал в нем многократно. Нужно внимать Писанию, нужно внимать. Я ничего не добавляю, но только с разных сторон это рассматриваю. Как эти слова сегодня употребить? Нужно внимать Писанию. Любое заблуждение, ошибка, даже у врача может стоить только временной жизни. Но невнимание Писанию лишает человека возможности превратиться из мертвого пса в живого человека и в Сына Божия. Где нет проповеди, нет внимания Священному Писанию, там нет жизни. Но поле мертвых костей павших животных, то есть скотомогильник. Когда был убит Юлиан Отступник, то с неба послышался голос «Пало мерзкое животное». Некоторые говорят, как так, скотомогильник. Святые, небо, отвечают. Он молится и вдруг ответит «Пало мерзкое животное». А в это время встанет, там какой-то всадник подскочил и ударил копьем Юлиана Отступника. Никто не знает, как он через охрану прорвался и вдруг исчез. А он молился Елею. Икона его была. И он смотрит, рамка иконы есть, а никого нету. И потом видит опять икона. Свящая горит, а у него с копья капает кровь. Понял, что Бог послал своего святого, и он его поразил. Видишь как. «Тех, кто не внимает словам Писания, подавляется демном, говорит Ивинар Хростовский. Нам нужно внимать Писанию. И во всем в этом, что не слышится голос Божий через проповедь, виноваты пастыри. Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их. И просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царства Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилуют их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Серафим Саровский. Настольная книга. Священнослужители. Том 3. Страница 601. Это 1979 года. Издательство. Интересно. Мне пришлось быть в Софии, в болгарской столице. Я священнику показываю. Я говорю, он за Тауса говорит. Что вы его берете? Я за Тауса. Я так и опишу. Я говорю, он Серафим Саровский сказал, священники не спасаются. Как будто ни одного нет спасенного. Я три дня и три ночи молился. Он говорит, что он с Серафимами подталкивает? Я попятился. Это как же так? Другое дело, там баптист не принимает. Он не знает этого. Но ты же, ты же видишь икона Серафима. Я говорю, я за Тауса говорит. Больше, а сейчас священников погибает. Вот священников или сто, то из них минимум 51 будут в аду. Архиереи. А сегодня, да ни один, скажи, ваша архиерея может погибнуть? Да вы что? Да как? Да никогда. И патриархи все спасутся. Ну конечно. Святейший. Бог святейшим нигде не называется. Свят, свят, свят. Больше нет ничего. Святой. А это святейший превосходности. Да есть сравнительность святее. Он святее. А это святейший. То есть выше этого нету. Да мало того, еще пишет. Ваше святейшее святейшество. Как писал тетя, а папе, непогрешимая греховность. Нам нужно внимать Писанию. Сам Бог Иегова, вечный, неизменный, вынес приговор всему русскому священству и показал причину его неутихающего гнева на них, что они поставили свои слова на место Божьих слов. Своими семинариями, академиями, защитами кандидатских, магистрских и докторских, в которых нет живого слова, но разлито море человеческих вымыслов. Основанных не на слове Божьем, они затмили ясное слово Божие, как власяницей. Тут послушай, у меня знакомый один появился. А появился как? Андрей Кураев где-то говорит, там видно людей много. Он говорит, кто сегодня самый знаменитый, выдающийся миссионер в современности? Никто его меня называет. А другой послушал. Нашел меня и обратился, все книги выписал Соболев Юрий, запомните, из Красноярского края. Он преподает в государственном университете, в государственной академии и ведет курсы в епархии. И он мне вчера письмо пишет. Он говорит, у меня студентов примерно 30% это Южная Республики, там, Узбеки. Какого бы я Узбека не спросил, как человек произошел? Он говорит, из глины Бог сделал его Аллах. Откуда он знает-то? Дома учили его, Мула учил. Русские здесь, я начинаю говорить, это знаете, это инопланетяне, это разум, это оттуда. И начинают куролезть. Редко-редко кто скажет, что что-то божественное, да еще так говорит, ну стыдится, чтобы не засмеяли его. Что значит, говорит, домашнего такое воспитание. Все азиаты говорят, Бог сотворил человека из глины. У них так написано в их священном Коране. И он говорит, я просто диву даюсь, как же так, как неужели наши не видят священники? Он со студентами занимается в университете. Передо мной не два, не три, сотни людей. Отмечают всегда одинаково. Он как-то приедет сюда, собирается с женой. И что интересно, сейчас дочитай уже немножко. Так. Дальше. Нам нужно внимать Писанию. Им нужно дорасти до той ступеньки, где душа искренне воскликнет. Псалом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. И как заклинание произнесут. Избираю Бога и Библию. Единственное, Бога и Библию. Ничего кроме Бога и Библию. Потолкование святых отцов. Вселенной Церкви. Нам нужно внимать Писанию. Иоанн Златоуст неоднократно повторяет, что большая часть священников погибает. И погибает за то, что не следует священному Писанию. Нам нужно внимать Писанию. Нам нужно внимать Писанию. Все, одна минута. До часу одна минута. Так, ну все тогда. Мы хотели, попросил я Никиту показать. Дороги какие-то. Игорь Ильич, отрезать? Да, отроги.